Теперь, когда мы вступаем в середину зимы, 20 января, на улице холодно и желания идти в поход особо нет, поэтому я занимаюсь кулинарией. Для вас я приготовлю бамбалони или их начиненные версии, краффины. Рецепт буду показывать на экране, вы можете сделать стоп-кадр. Я выбрала муку пшеничную нежной типа 1, затем сахар-песок, который является нашей сахарозой, мед, я предпочла акацивый и затем сливочное масло мягкой комнатной температуры, частично обезжиренное молоко, соль, яйца и разные ароматизаторы. Особенностью является шафран, который я, скажем так, решила добавить, в отличие от классического рецепта. Сейчас на экране начнут появляться первые кадры и я обещаю, что изложение будет максимально кратким. У нас есть шар из теста с молоком и венчик, куда я уже добавила дрожжи и мед. Молоко было предварительно подогрето, затем покажу вам основные ароматы, которые соберу в мягком масле. Сейчас в моих руках флакончик с апельсиновым ароматизатором, потом возьму стручок ванили и в конце добавлю шафран. Зачем я добавляю масло? Потому что масло мне позволяет лучше распределить их и усилить их вкус в тесте. Чтобы вытащить семена из стручка, сначала кладу его в воду, чтобы размягчился, а потом с помощью очень острого трекингового ножа распарываю его и царапаю внутренности. Ну что ж, приступим к следующему шагу. В следующей части вы увидите, как соединятся все составляющие. Сейчас я смешиваю разные ароматизаторы с маслом, потом примемся за теста. Вот на картинках, которые прокручиваются, видны эти этапы. Мы возьмем маленьким ножом семена из стручка и соединим их с маслом. Если запастись терпением, можно добыть много аромата из одного стручка. Теперь переходим к разбавлению. Масло показалось мне слишком твердым, так как я не успел достать его из холодильника вовремя. Поэтому советую вам это предусмотреть. На следующем изображении добавляем к муке яйца и сахар и приступаем к замесу. Как видите, я сначала стараюсь хорошо перемешать муку со сахаром, а потом только добавляю яйца. Дальше следует фаза замеса, которая вначале бывает довольно липкой, и пока мы еще не добавили масла. Так что мы смешиваем муку и шафран только с молоком и яйцами. Когда мы хорошо вымесим и теста станет однородным, добавим сливочное масло и другие ароматизаторы. Мы добавляем их, когда понимаем, что это можно сделать без трудностей при замесе. Затем переходим к стальной рабочей поверхности, чтобы добавить сливочное масло. Небольшими хлопьями, чтобы оно хорошо и равномерно распределилось по всему тесту. Терпение нам долго придется над ним работать, пока оно снова не станет однородным. Вот, ребята, теста отдохнула, клейковинная сеточка образовалась вновь. Теперь мы сделаем укрепляющие складки, чтобы оно могло сохранять определенную упругость на стадии заквашивания. Понятно, теста всегда очень влажная, ведь там есть масло, и с помощью нашего инструмента нам следует помогать себе отделять его, чтобы раскатывать вновь, насколько это возможно, до того, как делать новые складки. Вот, еще одна складка. Именно таким образом мы всегда расследуем. Теперь дадим ему немного отдохнуть, прижмем и подождем. Вот мы снова с помощью этой лопатки отделяем наш теста и растягиваем его настолько, насколько возможно, чтобы оно распласталось. Сейчас теста практически высохла, оно еще немного сохраняет свою липкость. Это практически сухое тесто. Мы можем снова с ним поработать. Дадим ему как следует отдохнуть, затем сформируем колобок и снова уложим, чтобы игла поднялась. Потому что это теста должно подняться и довольно достаточно. А потом я сделаю небольшую перлатуру, как и в хлебе. Вот оно. Это называется перлатура. Конечно, снизу немного липкая, и мы всегда пытаемся отсоединить его с помощью этого инструмента. Перекладываем его обратно в нашу миску, берем офисные линии, даже если это не обязательно. И приклеиваем их где-то. Вот, пожалуйста. 12 часов поднятия накрывалось пленкой или даже просто тарелкой. Итак, мы должны уменьшить доступ кислорода. На этом этапе, по желанию, я решаю пропустить этап приготовления. Что обычно происходит в масле? Я взяла подсолнечное масло с высоким содержанием олеиновой кислоты. И я довела его до довольно высокой температуры. И вот, через несколько секунд, максимум по минуте с каждой стороны, разные кусочки графина готовы к тому, чтобы их доставали, высушивали и, возможно, наполняли. Продолжение следует...